друзья мои всем привет сегодня у нас с вами очень интересная тема как любить себя что вообще значит любить себя я дам вам одну очень классную технику простую все как я люблю легко и просто вы эту технику сможете выполнить сегодня и уже прямо сегодня начать любить себя когда я спрашиваю людей любите ли вы себя то очень редко я получаю конкретный ответ да я себя люблю нет я себя не люблю как правило люди говорят я не знаю и это в принципе вполне понятный ответ потому что понимание что значит любить себя мало у кого есть и поэтому если я не понимаю что значит любить себя то я и не понимаю а люблю я себя вообще или я себя не люблю мне только это кажется поэтому вообще как бы в глобальном смысле что значит любить себя я сегодня с вами не буду разбирать я хочу чтобы каждый из вас понял что значит любить себя именно конкретно в вашем индивидуальном случае и для этого вам нужно просто ответить на один вопрос что конкретно я буду делать когда я буду любить себя берете ручку листочек и начинаете записывать все что приходит к вам в голову когда я буду любить себя я буду ходить на массаж когда я буду любить себя я буду есть здоровую еду когда я буду любить себя я перестанутом грызть ногти то То есть вы должны описать какие-то конкретные действия, которые будут показывать вот эту вот любовь к себе. Что значит конкретные? Это значит, что на каждое действие у вас есть какая-то определенная картинка. То есть вы понимаете, что делать, и понимаете, как делать. Может быть, понимаете, когда это делать, сколько раз это делать. И вот такая вот конкретика, она как бы дает вам понять, а действительно, что я буду делать, когда я буду любить себя. И после того, как вы напишите все, что придет к вам в голову, опять же, это не обязательно будут такие же примеры, которые я сегодня вам привела. Это может быть что-то свое, и у каждого человека это будет что-то свое. Но каждый человек внутри себя знает, что значит любить себя, и вам нужно как бы это достать. То есть вы даете мозгу логическую цепочку. Когда я люблю себя, я делаю вот это. А дальше вы идете от обратного. Я делаю вот это, значит я люблю себя. И все, проходят все вопросы из серии. А как понять, люблю ли я себя? А что вообще делать, чтобы себя любить? Как это начать в себе развивать эту любовь к себе? То есть вы четко уже понимаете, что вы будете делать, и просто начинать это делать. Прямо с завтрашнего дня, прямо можно даже с сегодняшнего дня. Так, я буду делать вот это, вот это, вот это. Но сегодня я сделаю вот этот пункт. Хорошо. На следующий день я выберу какой-то другой пункт. И так постоянно вы выполняете какое-то действие, говорите себе, я делаю это действие. Значит я люблю себя. И все. И до вас как бы придет это осознание, что я люблю себя. Конечно, это только вот маленький кусочек того, что вы можете сделать для любви к себе прямо уже сегодня. Если вы хотите узнать полностью всю систему, что значит любить себя, и что конкретно для этого нужно делать, то я приглашаю вас на свою программу «Хватит страдать». Программа стартует завтра. И тема вот любви к себе – это последняя лекция нашей программы, которая как бы обобщает все, над чем мы будем работать две недели. Потому что любить себя – это значит жить без неврозов, это значит научиться управлять собой и найти подход, найти понимание, что такое другие люди, как с ними вообще взаимодействовать. Любить себя – это значит заботиться о себе, это значит доверять себе, это прощать себя, уважать себя, это домучиться говорить «нет» и также слышать чужое «нет». И поэтому в теме курса мы разбираем, как раз таки начинаем с той точки, куда вы попали, то есть какие у вас сейчас есть негативные эмоции, и какие ситуации в вашей жизни сейчас приводят вас в стрессовое состояние. Разбираемся с этой темой. Потом переходим к большому блоку управления эмоциями. То есть мы разбираем, какие есть эмоции, как ими управлять, как с ними справляться. Дам вам техники, которые помогут вообще с любой ситуацией, вообще с любой эмоцией справиться, договориться и пережить эту эмоцию. Дальше мы разбираем детский невроз, родительский невроз, нарциссическую травму, перфекционизм. То есть все такие основные глубокие понятия, которые вызывают в вас негативные эмоции. После этого мы переходим к теме отношений с другими людьми. То есть как найти общий язык с другими людьми, сделать так, чтобы другие люди перестали быть источником стресса в моей жизни. Как мне нужно с ними общаться, как мне выстраивать свои личные границы, что мне делать, чтобы другие люди вызывали во мне только позитивные эмоции. И завершаем всю эту программу темой «Кто я такой? В чем мое предназначение?» И как бы обобщая, уже переходим именно к теме любви к себе. Напоминаю вам, что есть два варианта участия в программе. Это самостоятельное участие, когда вы самостоятельно прорабатываете все эти темы, выполняете домашнее задание и не получаете никакой обратной связи. И второй вариант участия – это под моим личным видением. У меня есть еще несколько мест для тех людей, которые хотят пройти эту программу, получая от меня поддержку и получая от меня обратную связь. И я буду помогать вам применить ту теоретическую информацию, ту теорию на вашу именно конкретную жизнь, на те стрессовые ситуации, которые есть у вас. И стартуем мы завтра, поэтому я, если честно, прям жду не дождусь, когда уже начнется эта программа. Потому что я понимаю, что жизнь людей, которые придут на нее, она уже никогда не станет такой, какой она была до этого. Вы научитесь быть более спокойным, вас перестанут тревожить те ситуации, которые тревожат вас сейчас. И вы научитесь новым привычкам мышления, которые будут вас сохранять в этом состоянии после окончания программы. И, конечно, у вас высвободится та энергия, которая уходила на содержание этого невроза. И благодаря этой энергии вы сможете направлять ее куда-то, где она нужна. Для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, для того, чтобы достигать какие-то новые цели, для того, чтобы улучшать свою жизнь, для того, чтобы меняться и получать вообще все, что вы захотите. Пока у вас нет энергии, изменения будут идти прям вот очень жестко, с большим сопротивлением. И, возможно, будут вообще не приходить в вашу жизнь. Поэтому первично научиться работать со своим неврозом. Опять же напоминаю, что такое невроз? Невроз – это негативные эмоции, которые мы испытываем в нашей жизни. Вот такое сегодня получилось видео. Думаю, оно вышло короткое, но зато для всех есть техника, которую вы можете сделать прямо сегодня. И уже закрыть этот вопрос, что значит любить себя. Вот что значит любить себя. Что вы напишите, то это и значит. Дальше ваша задача – просто выполнять эти действия в своей жизни. Если у вас, конечно, есть энергия на то, чтобы выполнять эти действия в своей жизни. На сегодня все. Всех люблю, целую. Пока-пока.